здравствуйте дорогие друзья я надеюсь вы меня слышите хорошо и видите хорошо я доктор лена березовская и сегодня у нас очень интересный будет эфир долгожданный эфир с человеком с коллегой с врачом с которым мы уже проводили не один эфир причем чрезвычайно полезные эфиры я вот жду когда он присоединится так и с посмотрим это доктор медведев михаил владимирович из днепропетровска и мы вы уже вы уже видели наш эфир с ним мы проводили эфир на тему эндометриоза лапароскопии и гистероскопии и сегодняшняя тема очень интересная и такая щекотливая потому что вокруг этой темы очень много мифов она касается как раз дисфункции или слабости мышц тазового дна и естественно возникающий при этом недержание мочи потому что вы знаете я вам скажу честно что есть около 250 методик хирургического лечения недержания мочи и в реальности ну еще масса других приспособлений методов и прочее конечно каждый старается заработать на этом деньги на самом деле что эффективно что не эффективно вообще как мы определяем функцию тазового дна и как вообще будем как раз говорить на тему опущение стенок влагалища чит очень пугает очень многих женщин особенно после родов не успела родить сразу опущение я вот жду нашего гостя миха владимирович присоединяйтесь потому что не знаю может что-то с интернетом но подождем так вот я пока мы ждем нашего гостя я хочу сказать несколько слов что михаил владимирович я его знаю уже я думаю около 15 лет практически с начала своей публицистической деятельности я видела как он рос прогрессировал и как дальше прогрессирует он даже сейчас пытается научить очень многих врачей именно прогрессивной информации и конечно же часто сталкивается с ну таким неприемлемым вот этим отношением своих коллег потому что каждый хочет говорить что он знает больше всех и он прав и так далее а на самом деле с международной рекомендации очень много полезной информации достоверной информации как раз доктор медведев он он как раз является представителем это это как раз доказательной медицины хотя я понимаю что немногие критикуют понятие доказательной медицины но для тех кто не понимает что такое это мы говорим evidence-based то есть мы должны иметь доказательства чтобы использовать те или другие методы диагностики и лечения вот и говоря как раз о том что доктор медведев стараться научить вот как раз присоединяются и вижу да сейчас я надеюсь мы подключим вот вот наш кость здравствуйте здравствуйте дорогой коллега я уже вы меня хорошо слышите да да замечательно елена петровна да я уже задержку только с работы прибежал сразу подключился собственно говоря я вот хочу сказать что почему поздно потому что ну поздно по вашему мерках у меня как раз обеденный перерыв потому что вы работаете очень много работаете плюс учитесь плюс учите других и конечно же мы стараемся как-то найти это свободное время чтобы поставить бесплатную бесплатную информацию нашим подписчикам и сегодняшняя тема эта тема вот как раз слабости мышц тазового дна и в принципе недержание мочи и то что мы можем лечить оперативно что мы не лечим и вообще как мы можем это все ну как мы к этому относимся я вам скажу честно что когда вот вышла моя книга новая здравствуй малыш в послеродовом периоде и конечно послеродовый период многие женщины начинают пугаться что у них опущение в стенах влагалищ они еще не успели как говорится прийти к врачу первый там месяц второй и сразу у вас все плохо у вас там все висит вообще там все расхлябанное ну и конечно это сразу давайте пьявочки влагалище уколчики влагалище еще что то но также действительно женщины сталкиваются вот с недержанием мочи с недержанием даже кала то есть есть действительно проблема и когда я создавала эту книгу конечно я копнула глубоко тему нарушений функции мышц тазового дна и лежания мочи потому что ну приходится объяснять женщинам что интимных мышц нет и что влагалище это не скелетные мышцы трубка которые можно тренировать и что есть определенные анатомические как говорится уровни вот этого тазового дня дна и всего что держит в малом тазу и что в принципе как раз то что происходит например тоже недержание мочи или скажем худший вариант недержание кала хотя я не думаю что это худшее мне кажется тоже плохое я имею ввиду и так и так плохо вот в принципе это все зависит от поражения определенных уровней связи связок и мышц поэтому очень трудно описать женщин которые только слышат один вариант у вас упущение значит делайте упражнения кегель упихиваете всякие там инструменты аппараты и прочее прочее или же идите на супермодные пластики мы как раз тут поговорим хотя вот тема обширная даже мне трудно вот начать подумать вот чего мы начали но в принципе даем слово и продолжим вот эту интересную тему и конечно ответим на некоторые вопросы если мы успеем я думаю что мы оставим несколько минут для ответа на вопросы да спасибо большое елена петровна очень приятно очень ждал этого эфира чтобы с вами увидеться и пообщаться ну я думаю что для наших подписчиц я ну и подписчика возможно и мужчины интересуются этой темой буквально пару слов хотел бы сказать как раз об этих уровнях чтобы мы потом уже говорили когда упоминали эти уровни то все понимали о чем мы поговорим ну я могу так вот для пациентов своих несколько может быть упрощенно представляю все уровни поддержки тазовых органов в виде трехэтажного домика там третий этаж это ну можно сказать мансардный этаж он пинхаус да самый классный этаж это то что находится в брюшной полости то есть это так называемый первый уровень поддержки есть такой ученый де Ленси который описал это это то что удерживает матку этот уникальный орган который увеличивается с 50 грамм до килограмма если взять чистую сухую массу в конце беременности объем еще более впечатляющий увеличивается который выдерживает колоссальные нагрузки родовые ну скажем так и половую жизнь и внутри брюшное давление при этом орган весьма подвижный но при этом он все-таки не так охотно выпадает как в общем-то женщина старается всю свою жизнь таскает тяжести если вспомнить советское прошлое то асфальт уклачивается именно женщина почему-то вспомнил я не знаю почему строили свет народе светлого будущего с новым женщин мужчины про радость стояли руководили я то помню да у меня тоже как бы асфальт вот сейчас видим слава богу мужчины появились вот поэтому это уровень самых сложных в том плане что далеко не все легко идентифицируют проблемы именно на этом уровне называется это уровень опекальность научными терминами однако если взять все опущения то примерно 30 процентов опущений они затрагивают этот пентхаус и если говорить о хирургии она должна обязательно учитывать поддержку вот это вот этих связок которые удерживают маску глубоко в тазу я не буду уже все связки называть их достаточно много второй уровень я вас перебью можно вот интересно вы знаете век живи век учись я узнала вот как раз когда копая глубоко в строении таза в дна я узнала что круглые связки матки это на самом деле не связки это как раз машина которая создает складки где находятся вот эти лимфоузлы нервные окончания сосуды и так дальше нас всю жизнь изучили во всех учебниках что это связки оказывается не связочный аппарат поэтому ну что дает нам с практической точки зрения да то что мы на самом деле не можем укрепить именно внутренние якобы круглые связки но говорим дальше да операция неэффективная ну и по сути там очень много мышечных волокон которые по сути не фиксируют ничего я так буквально может быть кто глубоко интересуется это крестцово-маточные связки кардинальные связки это формирует так называемое передсервикальное кольцо передсервикалоринг на английском которое крепится к тазовым стенкам второй уровень это сами стенки влагалища которые имеют тоже не совсем фасцию мы это называем фасция пубо-сервикальная фасция между мочевым пузырем и передней стенкой влагалища там фасция ректовагинальные либо фасция донамелье по автору не совсем фасции гистологические на самом деле содержит тоже достаточно много гладкой мускулатуры но содержит коллагеновые эластиновые волокна и это дает уникальность женской вот всей этой системе все этому трехэтажному домику уникальность растягиваться и со временем собираться что интересно что в этих фасциях где-то 30 процентов гладких мышц поэтому пролапс опущения вечером всегда выглядит хуже чем утром то есть например женщина пришла утром врачи ко мне пришли у вас все хорошо вечером та же женщина тот же врач может увидеть большую степень опущения вот никаких мышц как вы уже сказали там нет там только гладкие гладкие мышцы это не стилетные мы пока не научились еще гладкую мускулатуру тренировать вот поэтому никакие конусы там и так далее они не тренируют ни третий этаж ни второй этаж говоря о самом нижнем да фундаменте но не совсем наверное корректно потому что вот в анатомии тазовых органов женщины как раз фундамент это верхний этаж да то есть по две вот то что фиксирует вот нижний этаж в меньшей степени играет роль это то что отвечает вот за вход во влагалище там действительно ряд мышц и основная мышца подвешивающая задний проход поднимающий задний проход леватор ани леваторы иногда просто их так называют может быть на сленге и ряд других мышц там их я думаю так на вскидку штук шесть-семь точно себе кстати скажу что вот в большинстве вот новых публикациях нашла интересную фразу что слабость мышц тазового дна или вот эти опущения они наблюдаются только ведь когда человек стоит женщина стоит то есть в вертикальном положении за счет законов гравитации когда это все начинает давить на тазовое дно то есть в лежачем положении мы не ставим этот ну как бы этот диагноз поэтому ну честно говоря мы должны оценивать ситуацию женщины не только в положении лежа и сразу там говорить что у него там опущение и так дальше за исключением конечно когда мы видим что матка практически выходит даже в горизонтальном положении или на выходе что бывает у некоторых старших людей потому что я видела такие случаи когда действительно было реально серьезно опущение да и теперь переходим к нашему ну практически подвальному повещению хотя это не подвально не основа потому что вот интересно что как раз в женском дне вот вы правильно сказали это как дом сверху сверху вниз то есть именно фундамент идет там в глубине а дальше идет как бы этажи и вот этот якобы нижний этаж который на самом деле он самый слабый самый как говорится верхний получается этаж да да и самый ключевой для хирургии уже если говорить о серьезных степнях опущения ну касательно вот этого нашего третьего уровня поддержки то есть это мышцы это так называемый сухожильный центр промежности он в английском языке называется перенял бади да немножечко разная терминология но смысл в том что это достаточно прочная структура в которой все эти мышцы крепятся таким образом поэтому в ряде случаев получается так что женщина тренирует мышцы тазовоидна у нее серьезная проблема третьего уровня поддержки мышцы очень прочные но они просто не прикреплены к сухожильному центру у нее все равно зияет ход влагалище поэтому иногда как бы хирургия является сразу правильным решением иногда хирургия является далеко не первым этапом во всем этом направлении что говорить о передней стеночке то третьим уровнем поддержки называется подуретра есть субуретральная связочка которая удерживает уретру и она отвечает за стрессовое недержание мочи теперь буквально кратенько расскажу что происходит если нарушается вот наш самый основной первый уровень поддержки это в основном неполное выпадение выпадение серьезное опущение матки либо если матка удалена культи влагалище вот выворот происходит если говорить о дефектах второго уровня поддержки то спереди это цистоцели ну мы скажем так мы как специалисты в области урогинекологии все-таки называем это пролапс передней стенки влагалища потому что мочевой пузырь и в англоязычной литературе тоже антериор от термина цистоцели цели уже практически отказывается потому что все правильно больше приходим на функциональные функциональные диагностические названия то есть это опущение и поэтому естественно мочевой пузырь его задняя стенка пролабирует то есть совершенно верно задняя стеночка это ректа цель либо пролапс задней стенки и соответственно когда говорим о недостаточности мышц таза ну тоже на мой взгляд довольно спорный термин потому что может быть мышцы в порядке вход на влагалище может зиять очень значительно это вот проблема с вожилием центром промежности да это травмы или рассечения в результате эпизиотомии тоже отдельная тема утересообразность эпизиотомии рутинность которая иногда проводится слишком широко вот последствия этих вот моментов и конечно рядом находится сфинктер он не относится к третьему уровню поддержки но часто у женщин может травмироваться в том числе и во время родов это основная наверное причина вот я перебью я читала я вот читала что практически когда идет нарушение второго уровня например идет по типу опущения передней стенки то есть и мы видим вот это опущение мочевого пузыря тоже и в принципе это может тягивать в какой-то степени нарушения вот этой сфинктера то есть работа сфинктером мочевого пузыря и тоже может сопровождаться недержание мочи то есть иногда мы в принципе должны оценивать как бы все тазовое дно а не просто ну считать что это да и вот самое интересное также что на самом деле всегда женщин когда не жалуется на держание мочи мы должны учитывать очень многие факторы потому что все правильно мы в основном говорим о стрессовом но есть еще значит ургентный например или как оно называется и плюс есть за счет блокировки нервных так сказать за счет опухолей мозга например то есть центральные недержание мочи то есть это немножко другое и сказать что мы не должны учитывать многие факторы особенно у старшего поколения женщин то будет неправильно лечить только например стрессовое недержание мочи потому что в реальности иногда это бывает похожий вариант когда операции мало что помогает и нужны другие меры это я к слову просто говорю чтобы женщины понимали что само понятие и держание мочи это не значит взял и пришел и починил это нужно копать глубже учитывать всю историю учитывать вмешательства истории родов историю ну беременности родов и плюс клинику и прочее и даже делать ряд исследований как раз уродинамических и цистоскопии иногда и многое другое что очень важно теперь значит да вот мы затронули вот такое важное то есть я надеюсь что наши слушатели поняли что это не просто взял там пришел лег на кресло ой у вас в упущении давайте срочно будем вышивать или там срочно ставить пьянки или колоть ну-ка всякую фигню извините за выражение то есть на самом деле это серьезный вопрос который мы должны анализировать то есть вот эти жалобы все и не просто вот прямо с первой процедуры давайте прямо тут вам колю за 200 долларов вот или за сколько там то есть чтобы понимали что есть развод на деньги есть реально серьезные проблемы которые мы должны учитывать и я знаю что вы в принципе начали уже заниматься более серьезно лечением как раз недержание мочи хирургическим методом и ряд и ряд других и вот я даю вам больше слова рассказать на эту тему что и как и кто есть кандидаты для таких вот именно оперативных вмешательств и оперативные это не значит уколчики во влагалище но якобы для лечения вот таким методом спасибо большое ну если так очень упрощенно по поводу недержания мочи есть у нас две основных группы недержания мочи это стрессовое недержание многие почему-то даже встречались что и доктора ассоциируют это со стрессами нервными хотя это недержание мочи при напряжении то есть если перевести на русский то это недержание мочи при напряжении если говорить на английском то это стресс перевода то есть это недержание мочи которое возникает непроизвольно это первый момент возникает при кашле чихание смехи иногда при поломахте физических нагрузках то есть оно не возникает ночью оно не сопровождается позывами в туалет это очень важно понимать и если у человека стрессовое чистое стрессовое недержание мочи большинство этих форм недержание мочи связано с повышенной подвижностью уретры мы это называем страшным словом гипермобильность уретры и это конечно же мы смотрим как вот вы уже сказали Елена Петровна при нагрузке то есть важно оценивать анатомию в ее функциональных ранных состояниях в том числе когда женщина кашляет чихает натуживается иногда я как рыцари но меня не посвящают в рыцаре я как рыцарь встаю в надежде что меня посвятят но я на самом деле проверяю женщина подтекает ли мочи или нет женщина стоит с раздвинутыми ногами я на коленях перед ней пальцами придерживаю ретру чтобы сразу сделать еще один важный момент симуляционные операции то есть мы перед операцией можем с помощью определенных приемов которые врачи которые этим занимаются знают конечно же мы можем сымитировать эффект петли например слинга и увидеть будет ли эффект вторая форма недержания мочи это ургенция либо гиперактивный мочевой пузырь бывает сухой мокрый то есть мокрый это когда женщина не добегает а сухой когда просто очень часто бегает то есть женщина поначалу может удерживать мочу но она часто бегает а ночью может встать пять раз побегать днем очень часто знает где туалеты находятся потому что у нее еще 50-70 миллилитров мочевой пузырь пустой практически но у нее уже возникают вот эти подзывы эта форма она кажется простой потому что лечится медикаментозно но на самом деле она намного сложнее потому что далеко не всем помогают препараты которые влияют на м-холина рецепторы антибускариновые препараты такие как оксибутинин там масло препаратов есть сейчас есть и другие группы препаратов вот потому что это может быть действительно связано с проблемой второго уровня поддержки вот с пролапсом передней стенки влагалища это может быть связано с проблемами иннервации которые могут идти из центральных отделов вот и третья форма из распространенных это самая неприятная для нас ну не самая скажем из этих трех это смешанная то есть у женщины есть и при этом у нее есть подтекание при нагрузках вот я хотел бы еще сказать что есть парадоксальные шури такая форма недержания мочи это к сожалению бывает результатом осложнения наших операций когда перетянутая петля либо когда накололи филеров чрезмерно это тоже не так как может казаться потому что его ровная кислота которую у нас использует скажем так таков лейбл то есть в инструкции не написано что это метод лечения недержания мочи наши врачи сами так сказать от себя придумывают потому что на западе используются филеры только которые одобрены там мфте одобрены для лечения стресса не держать мочи это не гиалуроновая кислота у нас коля гиалуроновую кислоту точно такой же как и для лица там используют просто более плотно вот она набухает естественно у женщины может быть парадоксальные шурия то есть женщина мочится все время говорит я мочусь ночью мочусь все время вы мне сделали операцию у меня хуже стало мы выводим катетером мочу а там 2 литра вот у мужчин это гораздо чаще бывает потому что простата но и у женщин тоже бывает и конечно оперированные женщины например по поводу там гистероктомию да сделали по поводу любой ситуации не всегда онкологической и доброкачественной травмы мочеточника травмы мочевого пузыря свечи тоже являются причиной недержания мочи не удержания мочи и обычно при свечах моча течет сама спонтанно самотеком однако бывает она очень похожа на недержание мочи при напряжении женщина говорит я кашляю у меня течет то так вроде не течет поэтому нужно обязательно если была операция если были травматичные роды в наших странах это реже бывает больше африка это такие страны тоже исключить мочи мочи половые свечи различные да если говорить о гиперактивном мочевом пузыре то основное лечение это все-таки таблеточки это препараты влияющие на нервную систему я думаю наверное не будем наших слушателей с там все видите бета-3 адрена адрена меметиками ямхолинолитиками загружать если это не помогает то есть опущение передней стенки влагалища то хирургия пролапса может быть полезной но это не первое то что мы используем это введение ботулотоксинов детрузор то есть в мышцу мочевого пузыря это то что мы используем только когда не работает предыдущие все подходы очень такая коварная процедура потому что 10 процентов детрузор становится атоничным и нам приходится выводить мочу и этот эффект может длиться год то есть женщина может целый год потом категоризироваться чтобы выводить мочу поэтому хочу подчеркнуть что иногда хирургия на самом деле безопаснее чем некоторые якобы такие укольчики да вот вроде что то не страшно оно может быть страшнее чем операция если говорить о недержании мочи при напряжении то здесь у нас на первом месте во всех гайдлайнах у нас все таки если говорить легкие формы это действительно могут быть упражнения те или особенности первый год после родов в течение первого года у большинства женщин нормализуется благодаря особенностям соединительной ткани у них нормализуется поэтому я после родов стараюсь не оперировать ну за исключением ну когда матка просто выпала да вот у меня были такие пациентки что после родов выпала суицидальные мысли ну вот ну это единицы на пальцах одной руки можно посчитать когда я в первый год после родов прооперировал недержание мочи достаточно сильное даже недержание газов там бывает кала в большинстве случаев уходит на упражнениях и просто время лечит вот как раз про лапс после родов можно сказать что время хороший доктор я просто здесь немножко добавлю поскольку эту тему изучила глубоко вокруг же кегеля столько всего а в реальности вот немножко скажу те кто не смотрели мои другие там эфиры или ну именно на тему слабости или сейчас это называется заболевание тазового дна то есть дисфункция мышц тазового дна в принципе кегель американский гинеколог который напечатал статью где-то в 50-х годах прошлого века всего там одну или две статьи но он как раз говорит какие упражнения кегель это сжимать и сжимать вот как бы как это сказать не умышленно а именно что осознанно сжимать и сжимать эти упражнения несколько раз в день там даже до 50 некоторые говорят в день некоторые говорят 50 по 3 раза это неважно но это можно делать в любом состоянии в любом положении и в принципе это на этом все заканчивается хотя он говорил как раз в укреплении мышц золота но кегель жил эпоху когда женщины не допускали спортзал не допускали спортивные игры и для них считалось непрестижным ходить в спортзал и чем-то там заниматься первые тренажеры на самом деле это были шарики которые там гладили кожу и женщина стояла и в юбке в одежде все это называлось занятие спорта так вот на самом деле сейчас когда мы говорим упражнение кегель в этот момент укрепление мышц тазового дна поэтому я всегда прошу блогера вот этих фитнес и прочее давайте называть вещи своими именами и в первую очередь например мы должны после родов особенно играть роль укрепления мышц тазового дна потому что многие женщины жалуются что после родов во-первых недержание мочи все правильно что может наблюдаться даже до двух месяцев пока это все не придет в норму но также некоторые сразу идут в спортзал и начинаются вот эти тяжелые нагрузки вот мне пишут многие почему когда я там прыгаю и катя гантели почему типа я что-то так занимаюсь и у меня сразу недержание мочи я просто говорю потому что ваш сфинкер слабый у вас стрессовое недержание мочи и вы повышаете внутребрюшное давление вы должны поменять свои упражнения сначала укрепите тазовое дно то есть сначала работаете с мышцами тазового дна и не дайте не давать сильной нагрузки на мочевой пузырь дальше нужно наблюдать потому что вы правы это может быть более серьезная проблема то есть если мы убираем нагрузки на нижнюю воду кстати я тоже прочитала что поднятие женщин поднятие женщин 5 и больше килограмм в основном от 5 до 10 килограмм значит связки которые держат матку шейк матки и значит матка опускается на 21 нет не на 21 по-моему миллиметров то есть это довольно это на сантиметрах то есть чем больше таскает женщин матка опускается потому что повышается внутребрюшное давление но ведь если оно повышается это влияет и на мочевой пузырь и на сфинктер и вообще в целом то есть это практически тяжести тяжелые упражнения это не укрепление мою стату одна мы должны вот понимать что есть большая разница и поэтому упражнения кегель это как раз не пресс это не какие-то там я не знаю вставления чего-то там во влагающе каких-то там вибротон еще какая-то ерунда это фактически работа с мышцами таза в одном то есть нужно знать анатомию нужно иметь толкового фитнес тренера который знает анатомию и который знает что сокращается при движении ног в разные стороны и так далее и конечно же я считаю что нужно обязательно изучить ситуацию потому что вот эти первые признаки когда женщина прыгает или бегает или там ну делает физические занятия в спортзале и у нее моча не держится это красные флажки что-то может быть посерьезнее потом я вот это мое мнение я думаю что вы меня поддержите потому что а в реальности мы должны на это обращать внимание да конечно обязательно и хотел бы еще сказать вот раз вы уже вспомнили про упражнения для таза дна сейчас моду набирают вот всевозможные устройства например кресло что женщина садится и у нее начинает примерно сжиматься и как бы кресло вот таким образом продается эта услуга но хочу сказать что ну во первых научных публикаций на эту тему я честно я не встречал там где есть доказательства эффективности подобных устройств второй момент я сразу вспоминаю телемагазины давно это было как бы телевизор давно не смотрю но помню телемагазины там где продавали что-нибудь ненужное и надо было купить очень быстро потому что осталось пять последних там колец помните такое вот телевизор да кстати вы знаете вот как раз тоже история медицины да история медицины говорит что вот да кстати упражнения кегеля вспомнил один из врачей который занимался вагинизмом то есть сжатием влагающее редкое редкое состояние и он впервые в 1978 году написал что назвал это упражнение кегеля и это пошло поехало все что связано с оргазмом влагалища так вот я читала что для влагалища история не то что медицины вообще в истории было основано больше всего приспособлений чем для любой другой области тела человеческого то есть это не просто сотни это тысячи всяких штучек то есть можете представить какое поле деятельности каждый заявлял что это работает что это лучше всех и дальше заявляет то есть с помощью интернета сейчас продают на днях была реклама турмалиновых трусов которые улучшают кислородное питание матки вообще всякое было написано и мне смешно потому что это ну это знаете чушь я подумала а сколько женщин это клюет эти турмалиновые трусы честно говоря они не дешевые поэтому для женщины очень часто которые не понимают что половые отношения и вообще это не всегда проблема в них это просто не умение жить половой жизнью естественно или скажем даже если не держание мочи значит сразу нужно приспособление доктор дайте мне золотые трусы золотое еще что-то я запихну золотые шарики сейчас уже кстати моя не просто нефритовые шарики сейчас есть вот эти золотые платиновые шарики и все же хоть дайте мне доктор что-то такое золотое необычное которое раньше вот и я буду этим пользоваться того чтобы сесть оценить ситуацию и заняться то есть можно решать разными способами а не ждать не сидеть на диване смотреть фильм с этими шариками внутри влагалищи считать что это поможет при недержании врачи поднимет вот эту вакину и так далее то есть увы женщина является как раз жертвами всех этих ну приспособлений но возвращаясь как бы к лечению вообще к недержанию а вот чем располагает современная медицина как раз в плане скажем хирургического потому что стрессовые скажем действительно запущены стрессовые там все же таки нужно ну я так знаю потому что считала там кроме укрепления мышц это не помогает мы переходим на более ну скажем серьезные методы более такие скажем которые могут помочь и вот я даю вам слово потому что я знаю что вы эту тему очень глубоко изучили я надеюсь что нашим подписчикам интересна эта тема у меня гостя доктор Медведев Михаил Владимирович из Днепра и мы продолжаем значит вот такую щекотливую тему вот так что давайте поговорим что мы имеем на современном этапе медицинской медицины спасибо большое ну стрессов нижней мочи в основном он связан с гипермобильностью уретры вот когда уретра слишком подвижно это связано опять же с нарушением фациально связочного аппарата здесь больше речь идет все-таки о фасциях маленький процент женщин имеют проблемы с чисто со сфинтером либо это связано и со сфинтером тоже и им слинговые операции не помогают очень важно чтобы просто подчеркнуть что пациентке любой перед тем как мы будем делать есть слинговую операцию нужно сделать эмуляционную операцию при осмотре с наполненным мочевым пузырем чтобы проверить будет ли наш слинг работать или нет это очень важно потому что бывает так в жизни один врач посмотрел другой где-то там бегает оперирует ему некогда и он видится с пациенткой фактически на операционном столе это очень неправильно потому что это как бы ведет к таким вот проблемам то есть при проблеме со сфинктером к сожалению работает только имплантация искусственных сфинктеров это дорогие не всегда эффективные операции мы сегодня не будем про это говорить это очень маленький процент очень у меня это раз в несколько лет такие пациентки встречаются вот большинство уже помогает так называемые слинговые операции когда очень небольшой сетчатый протез сейчас все боятся сеток но слинков это в общем-то не касается потому что слинки даже я знаю насколько я знаю в штатах облегченные слинки все равно ставят хотя многие боятся сейчас в Европе по крайней мере я вот как раз хотела вас спросить потому что я помню что был период когда FDA не то что запретила suspended то есть как бы ну ограничила использование некоторых видов вот этих слингов но кстати как слинг называется в русском не знаю лента или подвязка или как неважно тейп да потому что я всегда думаю как правильно назвать лента или как ну неважно ну вы не понимаете я надеюсь что подвязчики тоже понимают что это такая вот полосочка такая специальная синтетического материала который мы приподнимаем и фиксируем уретру чтобы она вот не была гиперактивной и были разные методики разные материалы разные то я помню там не все там был определенный вид значит материала который казалось что он вызывает какие-то там побочные эффекты поэтому я помню был период когда но на самом деле да вы правы то есть ставит в зависимости от ну скажем ну наверное от того что врач считает нужным и что эффективно и вообще не трудно здесь говорить как идет выбор но я имею ввиду что все таки используют тоже слинги то есть в США в Канаде я знаю что в Европе в Европе тоже по-моему ее немножко меньше но в США действительно очень много потому что в США есть ожирение есть лишний вес у многих женщин и к сожалению все хотят худеть и ну как бы терять вес вот так поэтому они ищут более простой вариант подвяжите мне сделайте что-то чтоб я не мочилась но чтоб я не ходила в спортзал а сидела дальше на диване кушала и смотрела любимый сериал да кстати вот вспомнили про ожирение а если взять даже тот же up to date и посмотреть на лечение стресса недержания мочи то там первая модификация образа жизни снижение массы тела были исследования которые показали что оптимизация массы тела дает примерно 40-процентное уменьшение симптоматики я к чему многие просто не хотят ведь и хорошие есть международные рекомендации синдром поликистозных яичников при лишнем весе ожирения что первое не какие-то там не лекарственные концепции первое это снижение веса понимаете то есть любые эндокринные заболевания связаны с лишним весом все лично сосудистые у меня знакомый ветеран войны значит ясно что у него все бесплатно в Америке США но как бесплатно у него появился лишний вес пришла медсестра это врач расписали ему тогда я программу и сказали что он должен вести вот этот дневник и если он не будет вести его с ним с бесплатного в обеспечении лекарствами потому что он не теряет вес короче он не живет правильным образом жизни то есть ему не сказали глотать таблетки сказали занимайся правильно и дали ему диетолог и кого только не хочешь я о том что действительно вы правы что когда есть лишний вес мы мы должны в первую очередь объяснять женщину что нужно уменьшить нагрузку на вот это тазовое дно на мочевой пузырь потому что что это все сверху а нож давит так что да но многие же не хотят многие говорят доктор дайте мне золотую ленточку завяжите мне там бантик золотой или бриллиантовый и пусть и пусть и пусть это все работает да ну если говорить об операциях слинговых то это если сделана корректная пациентка выбрана под эту процедуру то есть как у нас я не помню кто сказал но должна быть не одна операция для всех и мы подгоняем всех пациенток под одну операцию которую умеет делать врач либо одну услугу какую-то а все-таки из всего спектра мы выбираем и для женщины то что лучше иногда нужно отдать другому специалисту да и не держать у себя годами женщину не учить а отдать как бы в референсный центр который этим занимается слинговые операции эффективны эффективность по моему опыту где-то в районе 90-95 процентов находится проходят они очень быстро и с небольшим количеством осложнений буквально 15 минут эта операция длится под внутривенным наркозом иногда под спинальной анестезией если пациентка хочет и зачастую мы пациенток отпускаем или в тот же день вечером либо на следующий день то есть это благодарная операция с точки зрения эффективности почему гинекологи почему гинекологи и недержание мочи потому что очень часто есть проблемы с уровнями поддержки про которых мы говорили второй уровень поддержки первый уровень поддержки урологи часто все-таки не особо ориентируются в этих вопросах я бы с удовольствием коллегам бы это давал но получается чаще наоборот не потому что плохие урологи а потому что женская урология она такая гинекологическая вот если говорить о травмах мочеточника то лучше всех травм мочеточника делать гинекологи во время своих операций соответственно эти осложнения мы знаем как коррегировать часто не хуже наших коллег урологов ну вот в принципе по стрессовому недержанию такая ситуация если смешанное недержание то первая всегда рекомендация это лечить все-таки таблеточками гиперактивность потому что бывают ситуации я попадался честно скажу в течение своей жизни я с 2006 года занимаюсь урогинекологией вот одно из моих таких тем любимых попадался особенно в начале когда молодой хирург хочется сразу всех прооперировать намерения благие но кровь горячая и руки немножко впереди спешат головы а пациентка подыгрывает бывает что сделайте мне операцию побыстрее я хочу при смешанном недержании сделаешь операцию при кашле и чихании все хорошо но бегает не двадцать раз и так часто бегала а бегает сорок раз и конечно обижается потому что усилилась ургенция которая сама хуже чем стрессовое недержание что еще хотел бы сказать это то что ну ну про FD мы сказали про филеры про лазеры я хотел сказать да вот еще сейчас очень модно лазером лечить все да все мы благодарны лазеру что есть лазерная коррекция зрения да это реально эффективная вещь лазеры в хирургии мы используем там при гистероскопии лазеры при лабороскопии мы используем лазеры но вот как раз вот эти фемилифты всевозможные монолиза тач дорогостоящие лазеры все таки основное показание это атрофия то есть основное показание если посмотреть на гайдлайны это женщины у которых онкология была у них атрофические изменения генитаринарный менопаузальный синдром лазеры очень эффективны если противопоказанные эстрогены местные ну или системные вот но говорить о лазерах серьезно для лечения недержания махи либо пролапса это не очень мне кажется даже с точки зрения вот понимания анатомии физиологии то есть они никак не уменьшат калибр облака это просто заработок и кстати да FDA я помню подняла этот вопрос что косметические лазерные использования в гинекологии это просто за пределами нормальной медицины неэффективно но многие гинекологи в том числе за границей на этом просто зарабатывает потому что женщина приходит расставляет ноги что она там себя видит и ничего не видит но ей же там говорят что вот там мы делаем тут а тут а тут это вам поможет конечно пойдет на любое чтоб ей помогло и особенно лучшее ощущение даже не держание мочи а вот лучшее ощущение при половых отношениях часто многие на это клюют к сожалению поэтому 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 плацебоэффект может быть очень большой на самом деле не но если даже говорить уколы во влагалище но если вы поколите это влагалище колите себя в руку что происходит отек вместе укола но если вы поколите влагалище даже обычную воду особенно уход во влагалище но придете заниматься сексом извините но будет ну а вата и вроде бы хорошенько потом это все проходит ну вот надо сеансы пройти уж понимает что это помогает но это не помогает это то же самое наколоть возьмите говорю обычную щетку да натритесь щеткой опухнет будете иметь эффект просто люди не понимают физиологии обычной но желание вот как бы простым таким особенно модным соседке помогло и так дальше вот понимаете и к сожалению это случается мы можем ответить на пару этих вопросов которые есть у нас чуть больше 15 минут и если а еще кстати пока вот вы знаете тоже очень часто меня спрашивают а это не недержание мочи вот бывают вот эти постскоитальные циститы и так дальше хотя на самом деле это не циститы это лутвиты в основном потому что довольно часто упускают такой важный момент что тоже лечится кстати вот это состояние как раз хирургически лучше чем чем-то другим это эктопия урета это когда отверстие урета находится ниже чем оно должно быть и конечно при половом акте это может идти натирание сперма может попадать в удивление вот эти что при половом акте могут быть в принципе мы можем иметь потом именно уретрит который ну вряд ли приходит на цистит но уретрит да он полезный жгучий неприятный то есть жжет и так дальше вот вы занимаетесь в принципе лечением такого потому что это фактически хирургически должно корректироваться то есть переносить отверстие уретры немножечко выше ну то есть проводить исправление неправильного положения отверстия уретры то есть это насколько эта операция вообще эффективна потому что это делают но есть ли у вас какие-то данные на эту тему да делаем эту операцию не очень часто потому что в принципе пытаемся немножечко модифицировать ситуацию наиболее помогающая по моему опыту и в принципе это есть там в тех же рекомендациях большинства урологических ассоциаций с которыми я знаком это помочиться сразу после полового акта в принципе это многим помогает не всем но воединах ты коитус тоже поменять позу поменять чтобы было меньше напряжение то есть ну как бы давление на вот эту область верхней части промежности где именно вот уретра то есть поменять позы да и в принципе это работает я совершенно согласна с вами что я тоже с женщинами рекомендую во-первых помочиться вообще не заниматься половой жизнью на полный мочевой пузырь потому что это ну может вызвать массу неприятных ощущений и подтекания и все прочее то есть ну и конечно же и втором я всегда рекомендую что попробуйте поменять позы сделать так чтобы не было давление на переднюю стенку влагалище и на мочевой пузырь и особенно на область промежности то есть чтобы было сила больше как бы при фрикциях при поломатке шла немножко туда в задний свод как бы на это все и это помогает то есть это можно действительно таким методом идти на операцию за исключением редких случаев действительно ну требуется более серьезное вмешательство делаем транспозицию уретры если говорить о хирургии то делаем транспозицию уретры в принципе эта операция эффективна в принципе эффективна поэтому если нету желания постоянно менять позу да или постоянно пить например антибиотик после полуакта тоже такой есть подход то делаем единственное я стараюсь все-таки не спешить с операцией женщинам которые вскоре планируют беременность потому что роды обычно эту ситуацию исправляют и после родов немножко растягивается влагалище вход и мы кстати затронули очень интересный момент потому что вот я тоже получаю немало вопросов а что делать женщина которая планирует беременность например недержание мочи значит в том числе при беременности это будет еще больше нагрузки делаем ли мы операцию до беременности потом через какое-то время разрешаем или все-таки мы говорим и беременеть а потом уже когда вы закончили свою вот эту функцию по рождению энного количества детей запланировать тогда мы будем уже заниматься вот хотела бы немножко уточнить у вас как вообще-то как оптимально в этом случае подходить стараемся не делать операцию потому что все-таки сетчатый протез потому что это не те сетки которые вот проливты которые в 2011 году и в день там все это подвесило и некоторые производители вообще ушли с этого рынка с азлингами у меня был опыт принятия ротов там и кесарево сечение но все-таки есть опасения что недержание мочи может вернуться что протез может несколько сместиться поэтому стараемся этого не делать я бы еще хотел напомнить нашим подписчикам о том что есть писарь вагинальные вот там доктор Робин там и много их огромное количество модификаций есть масса производителей которые копируют просто там не будем в дебри этих даваться кто у кого там скопировал но на нашем рынке много писарьев есть есть уроди экологические писарьи с таким супинатором который под урет размещается для молодых женщин конечно это не вариант перманентный потому что половая жизнь непринужденность и так далее но у меня есть пациентки например 35 лет молодая женщина родила прошло пару лет недержание есть упражнения никакие не помогают филеры она устала либо не хочет там прошла какие-то этапы операцию делать не хочет потому что я ее сам отговорил через год ей хочется снова планировать временность ставим она ходит на батут в субботу с ребенком я ее научил ставить самостоятельно конечно же она ставит этот писарь прыгает спокойненько на батуте приходит домой вытаскивает писарь и помыла положила на полочку до следующей активности вот такой интермитирующий режим а женщинам постарше вот таким вот совсем бабушкам 80 плюс у нас это чуть ли не основное такое направление это писарьи когда есть кардиологические риски когда тромбозы вот скажем так незакуженно забытая тема это тоже искусство потому что подобрать писарь нужно терпение не только у врача на этапе процедуры а еще терпение потом общаться с пациенткой он сместился начинаются звонки пролежать то есть это хлопотно это не прибыльно абсолютно да я вот как раз и хотела сказать что многие женщины они понимают что официальной медицине у нас есть приспособления у нас есть хорошие штучки у нас есть многие как говорится уже ну много знаний что работает что не работает и хуже худший вариант когда женщина попадает к какому-то малограмотному врачу и тот предлагает абсолютно именно коммерческое именно то что не работает потому что он даже не интересовался тем он даже не знает что мы можем использовать что используется в современной медицине то есть действительно есть хорошие различные это не только касается недержания мочи это касается ряда других женских проблем и вот это наверное самый большой минус это знаете ирония какая-то и хочется плакать потому что все-таки чаще всего у большинства женщин ну шанс это попасть именно на коммерцию на развод на деньги и многие могут попробовать я это пробовала мне не работает но если она пробовала не то что нужно и неправильно то это работать не будет и поэтому получается что как-то нам приходится все время просвещать наших женщин рассказывать им о новых методах и именно поэтому наши эфиры с вами нравится огромнейшее количество ну подписчиков потому что они видят что мы владеем современным знанием что мы понимаем что есть в медицине и это доступно даже в Украине в России есть врачи которые этим занимаются кстати хотела вас поблагодарить потому что у вас консультировалась одна женщина из Казахстана по поводу лапароскопии там и так дальше вы посоветовали одну методику которую вы проводите и она нашла врача который этим занимается такой же методикой в Казахстане поэтому она мне писала что я настолько вам благодарна что Владимир Михаил Владимирович мне посоветовал и объяснил и рассказал и я нашла на месте мне надо куда-то ехать далеко и так дальше и она осталась очень довольна поэтому вот это и есть наша задача чтобы рассказать женщинам поделиться знаниями что даже на местах можно найти толковых врачей которые занимаются уже определенными современными методиками лечениями в том числе хирургическими и не нужно ехать искать куда-то за границу еще где-то или идти дальше коммерческим путем тратить огромнейшие суммы и не иметь результатов а у меня вы знаете закрылись все почему-то эти нет уже потихоньку восстанавливается может мы ответим на какие-то пару вопросов потому что у нас вы хорошо видите вопросы можете выбрать любой вопрос я еще знаете хотел сказать Елена Петровна по поводу вот почему так происходит вот почему лазер очень много хотят поставить а вот реально работает не очень много ну потому что например есть операция лапароскопическая промонтофиксация когда мы вот этот вот крышу этот пинхаус фиксируем за счет протеза эта операция она относится к третьей третий уровень обладения то есть эта операция намного выше по степенью навыков лапароскопических чем удаление матки лапароскопической то есть это сложно это не для всех это ну минимум лет десять нужно у станка простоять определенные иметь выдержку определенная может быть даже какие-то мануальные ну скажем так склонность которую не у всех можно развить даже просто не все склонны к такому роду деятельности ну а если сравнить с лазером который я просто вставил столько же заработал и мне просто надо нажать одну кнопочку как в микроволновке бутерброд разогреть то конечно же желающих заработать таким путем будет гораздо больше чем тех кто будет потеть там через озлажнение проходить платить да ирония жизни ирония медицины что к сожалению многие врачи идут в медицину только чтобы заработать любым путем и конечно же путем который не требует слишком больших усилий это то же самое что когда лечить всем без конца эрозии этим сургитоном и так дальше небольшой аппарат стоит недорого поставил себе кабинет и всем подряд мы лечим эрозии потому что это выгодно это уже касается тоже лазера всем подряд это выгодно кстати вот почему например на западе отказались от криодеструкции это не по теме но немножко от холодовой потому что сам азот и вся вот эта аппаратура слишком дорогая то есть его доставлять его использовать очень дорогой метод лечения поэтому казалось что если работает более дешевый можно использовать более дешевый но опять же это не вот этот такой какой-то дешевый аппарат который многие имеют врачи в кабинете именно ну я имею ввиду не канадские не американские не европейские врачи в основном это на постсоветской территории а что это за фигня никто не знает но главное что он деньги берет и он говорит а потом у меня ничего там мне опять сказали лечиться опять лечить потом бак давайте отрежем шейк организации все сок шейки отрезали что хотите а вы хотите не рожать ну хотели брить ну это ваши проблемы то что мы видим потому что к сожалению плюс это рекламируется это распространяется у блогера который полтора миллиона или два миллиона подписчиков и он активно пропагандирует уколчики во влагалище ну о чем мы можем говорить все же клюют на количество а не на качество да и мне спрашивают почему у нее два миллиона а у вас ну даже пол миллиона нет ну потому что мы не покупаем рекламу мы не покупаем мы честно работаем предоставляем информацию мы работаем то есть как говорится создаем свою базу подписчиков которые думают которые анализируют и которые действительно не хотят вредить себя хотят понять ситуацию и принять правильные решения так отвечаем на несколько если вы что-то еще хотите сказать вот вспомнил про креодеструкцию сказали а сколько жертвами оказывается когда глубоко в канале потом дисплазия после этих креодеструкций вот да и мы потом имеем как бы даже раки к сожалению то есть как бы метод призван вроде бы как бы помочь но на самом деле получается иногда наоборот да тут есть много вопросов не по теме и в том числе вот даже какие препараты при стрессе но мы уже сказали прослушайте я постараюсь сохранить этот эфир я думаю что нам технически это позволит и стресс это иметь в виду не стресс как таковой стресс это нагрузка это напряжение если перевести правильно с английского то есть когда напрягается передняя стенка когда напрягается тазовое дно и мочевой пузырь и сфинктер так может ли быть а вот еще хотелось спросить может быть тазового на 25 лет слабость таза если не было времени с них спортсменки у меня культуристки спортсменки очень красивые женщины развитые физически серьезные пролаксы в том числе выпадение матки было у девочек двадцатилетних но они там штанги по 150 килограмм по поводу средства недержания мочи кстати вспомнил что не осветил долоксетин ингибитор обратного захвата серотонина используется есть официально в гайдлайнах используем в основном у женщин склонных к депрессивным расстройствам болевым синдромом у женщин старшего возрастной группы при противопоказаниях к оперативному лечению имеет определенный эффект но как бы я не очень большой фанат долоксетина именно при средствах недержания мочи но есть да просто наша цель была максимально осветить вот есть написано да и вы вот правильно сказали что у спортсменок особенно те которые штанги люди не понимают что в реальности женщина не создана для поднятия большого веса то есть уже как я сказала 5 килограмм и чуть больше уже опускает матку на больше чем сантиметр вы теперь представьте когда это поднимает по 100 килограмм и так дальше поэтому да у женщин которые занимаются силовыми нагрузками причем с нагрузками они живота когда они работают вот и вот эту тяжесть поднимать у них как раз недержание мочи опущение стеноплагающее становится намного быстрее и более молодом возрасте чем скажем те которые не занимаются есть масса других упражнений для улучшения фигуры и укрепления мышц всего тела и в том числе особенно там то что носит наше это тело вот поэтому не нужно как бы нужно понимать что это классно заниматься в спортзале но иметь вот этот трезвый подход что не всегда сильные объемные большие особенно силовые нагрузки это для это хорошо для здоровья то есть с умом работ я тоже занималась бодибиллами три года у меня значит ну это было лично мое потом к сожалению просто потому что мы приехали в Канаду а потом ходила но это уже было не то но что я хочу сказать тоже из участия это красивая фигура накаченные мышцы и прочее это не всегда мышцы как у мужчины и так дальше то есть просто красивая фигура точные как говорится контуры но это не значит что можно таскать вот эти пятьдесят сто сто пятьдесят килограммов или сколько там может поднять женщина то есть не нужно перегибать палку а заниматься с умом вот так что вот это это мой совет потому что в принципе многие не понимают чем они грешат вот если вы можете чуть не в ту же сторону хотел бы сказать по поводу курения то есть курение описаны кстати факторы риска почему потому что чаще обструктивные заболевания кашли хронические бронхиты по кашливанию кашель он не дает такого большого повышения утрепрешного но он потихонечку как капелька которая капает на камень она делает ямку поэтому у курильщиков не больше я хочу добавить извините что перебила что собственно меня спрашивают как кашлят вот если вы чувствуете что вы должны кашлять или вам лучше сесть и немножко прижать как бы уменьшить нагрузку на низ живота то есть старайтесь кашлять сидя или лежа то есть я имею в виду ну то есть не в напряжении стуля и особенно так типа кашляйте что это где-то все то да то есть это очень важно потому что это как раз не повышает когда вы немножко защищаете свое защищаете живот переднюю стенку живота вас не напрягается на вас не повышается внутрь и брюшное давление поэтому все таки и нет вот этого созердания тела поэтому тоже кашлять нужно учиться это я так говорю потому что еще курение кстати уменьшает компоненты вот дыма сигаретного являются в определенной степени антиэстрогенами да и теория такая но я думаю что она имеет определенное научное обоснование что влияя на светильную ткань повышает так называемую резидуальную лангацию страшные слова сегодня люблю говорить но смысл в том я называю вот ну и вообще люди с дисплазией светильной ткани есть отдельная тема женщины у которых например очень сильно пальцы сгибаются почти как у меня даже еще хуже вот у них ну вот если взять резину новую там резиночки я не знаю для денег там или резинки от плавок например мы только плавки купили мы растянули и в принципе возвращается в то же положение но если плавки мы например мокрые решили повесить на балконе было минус 20 и они у нас перемерзли то резиночка растянули и она возвращается уже на гораздо меньшее ну то есть она уже длиннее остается это называется резидуальная лангация и как раз есть люди еще как бы вдобавок ко всему прочему есть просто люди у которых к этому склонность у них еще обычное варикозное расширение вен есть на на ногах там на губе может быть и это люди со склонностью они могут не сильно поднимать нагрузки но у них может быть очень сильное опущение вот ну к счастью таких пациенток наверное где-то ну процентов 10 у нас да нам уже пора заканчивать я боюсь сейчас перебьет наш эфир хотя я вижу чуть уже больше часа она может нас просто выключить и тема очень интересная все вот пишут очень нравится то что мы обсуждаем и если вам действительно нравится мы можем продолжить и выбрать немножко еще другую тему которая связана с урогинекологией потому что ну невозможно за один эфир рассказать все то поделиться всем тем что ты хотел бы рассказать иногда это все потом приходит говорится нужно было еще вот это сказать напомнить и так дальше да поэтому я постараюсь сохранить эфир и я хочу вас поблагодарить дорогой коллега за то что вы так интересно рассказываете что у нас такой я вам сказала полезный эфир я считаю что это полезный эфир многие открывают для себя то что не знали и если вас интересуют какие-то темы пожалуйста пишите сообщение и пишите доктору доктор Медведеву мне пишите пожалуйста какие бы темы мы хотели чтобы мы обсудили и мы продолжим наши совместные эфиры которые вам доставляют много-много пользы вот потому что мы делаем это для вас именно в первую очередь чтобы понимали что все-таки медицина прогрессивная она классная и можно делать даже в тех условиях в которых вы живете главное что не идти на поводу страхов и сразу же выкладывать огромные суммы денег только потому что доктор вас запугал вот так что спасибо вам большое спасибо Елена Петровна спасибо дорогие зрители да и до скорых встреч пишите какие темы даже если мы не ответили на ответ все равно пишите мы постараемся составить следующую программу нашего эфира то есть что вас больше всего интересует и рассказать вам то что мы знаем спасибо большое все до свидания счастливо до свидания до свидания